На десерт, на сладкое предлагаем вам заключительный продукт Мэлбет Первой Лиги в 15-м туре текущего сезона в Москве. Принимает торпеда своих соперников в этом сезоне против Скахабаровск. Сегодня москвичи сыграют. Ну что, Константин, вы готовы? Я не к Рашининику обращаюсь, а к Аверьянову. Да, сегодня у нас тезки Константин Аверьянов на поле главный судья матча Константин Крашенинников, тезка главного рефери. Сегодня вместе со мной матч комментирует. Дорова Громыка пропускает подача. Пошла за спину Имамову. Рейна принимает, бить можно. Бьет и в ближний не попадает. Перванец Юарди Рейна. Великолепно. И прострел справа пошел от Орехова. Принимает Рейна. Повтор смотрим. Не успевает заблокировать его удар Корнюшин. Вот убрал движением. Потом я продолжу мысль. С Кахабаров справа края. Здесь Никитин разбирается. Здорово. Удар в дальний. Бабурин. А вот момент. И Мусалов. То, о чем мы говорили, мог порадовать. Вот повтор сейчас. Да, Никитин здорово отдал. Не было вне игры. И Мусалов касание в дальний угол отправлял. Справляется Бабурин. Вытаскивает этот удар. Если бы не постраховали, то могли бы проблемы быть у обороны гостей. Перевод мяча. Успел. Успел. И забивает торпеда. Забивает торпеда. Это Горбунов. Малыш. Игорь Горбунов. Сто семьдесят два сантиметра. Я Месси вспоминал, который головой забивал Месси. Смотрим повтор. Вот эта вот атака, которая здесь с передачей пошла. Успел. Успел Орехов. И да, и почему-то Имамов с кем он играл, что он крыл. И не успел Бабин подстраховать, сдержать сейчас. Между тремя соперниками. Один. На повторе мы это видим. Я вспоминаю, кстати, чемпионат Европы 2008 года, когда Сергей Семак в матче с греками уже вытащил мяч, уходящий за пределы поля и передачей через себя, через голкипера. Сейчас уже Хабаровск с мячом и возвращается в оборону. Торпеда Бабурин тащит. Смотрим. Это удар с линии штрафной площади в дальний угол от Тимофея Шипунова, который пока ни разу не забивал за Хабаровск, а вот за Сочи в премьер-лиге забил дважды. Нет, не доходит мяч до Алиева. Шарль занял позицию центр-форварда. Потеря Рейна. Рейна и Гангадзе отдай. Гангадзе забивать нужно. И есть! 2-0. И, похоже, это все ликует вся скамейка запасных торпеда. Гангадзе первый мяч забирает себе за торпеда. Поздравление кому-то, кто, видимо, скоро появится на свет. Или появился уже Георгий Гангадзе. 83-я минута. Бабурин прибежал. Смотрим. Вот тут в центре поля. И какую же передачу на Рейну отдает сквозь соперника. Сейчас защитник. Это был Шевченко. Рейн накатит на Гангадзе. И там не прервал, кто ошибся. Хотел посмотреть, мимо кого мяч пролетел. Ну и Гангадзе, конечно, мог, наверное, Имамов. Да, но близкая дистанция. Ну, возможно, здесь вопросы к голкиперу могут... Вот, посмотрим, что из-за ворот возникнуть. Он выходил из рамки. Он сокращал угол обстрела. И сквозь... Нет, Москвичев не успел. И вынос Имамов готов, наверное, уже свистеть сейчас. Константин Аверьянов. О завершении матча. Все! Нет, драка нам не нужна. Я тут комментировал с Акроном. Торпеда там. Пеп Клотет с помощниками завели. И Калешина. Давайте сегодня без этого. Кожемякин. Да, молодец. Красавец. Красавец Олежа. Красавец Олежа.